Привет! Эээ, Трибуарн! Тут доктор Гнус, походу, заразился продуктивностью, либо как это называется, я не знаю, потому что один ролик у него вышел всего лишь пару дней назад. Вот новый видосян, я этому рад, если честно. Называется ролик «Крутые развлечения на электро- и ветряной тяге». Надеюсь, что там будет такое, так что давайте ролик посмотрим. Думаю, что будет что-то интересненькое. Поехали! Давай-давай-давай-давай! Жми-жми-жми-жми-жми! А чё? А чё, он не работает, что ли? Чпойк! В детстве все любили вот так вот, кстати, врезаться, но сейчас говорят, ну у нас, по крайней мере, есть аква- ой, аквапарк. Ну просто парк, и там теперь на заборчике написано «врезаться запрещено». Ну главное смысл тогда бы на них кататься, типа, резаться если нельзя. Есть! Ну, хоть немного кайфово? Нет. Ай! Да вы, наверное, просто выросли. Нет, это не из-за этого, просто слишком медленно. Ну ладно, хорошо, я согласен. Без электричества невесело. Больше 80% электроэнергии на нашей земле вырабатывается за счёт сжигания органического топлива, угля, нефти или газа. И прикол в том, что скоро это всё закончится. Ну ладно, мне кажется, не слишком скоро, но... да. Это явно 100% закончится когда-то. Так или иначе. Поэтому... Систенки! Сладковато, касса, света нет. Задача построить автономный парк аттракционов. А-а-а, что-то он как-то кусает, кусает, а сесть не может. Хочу, чтобы парк сам себя обеспечивал электричеством. О, засосал. На светлое будущее, знаете ли, что-то у меня надежда... Какой он злой! И первое, что приходит на ум, будем добывать энергию за счёт ветра и солнца. Мне кажется, из-за воздуха прям очень долго будет энергией добываться. Мне кажется, там столько нужно этих ветряных мельниц, я фиг его знает. Да хрена, по-моему. О! Как тут у вас весело стало! И чем эти люди не довол.. А-а-а! Чё-это беднягу посадили на кайдновилы. Хахахахахаха! А-а-а! Ахахахахаха! Может, надо было это сделать в чистом поле, а не в городе! В деревне. Как компенсацию! Нет? Не хотят? Странно. А этот важно дядька чё хочет? Видимо, какой-то этот принёс... Повестку суд, да? Штраф. Штраф? За незаконно используемые земли! Я думаю, у тебя деньги есть, ты даже в будущее и в прошлое можешь летать Давайте думать, чтобы аттракцион был и генератором энергии, и местом радости-веселья А, это самому надо будет ногами кататься, педальки крутить, чтобы у тебя ещё энергия была Зерчо пишет Существует специальная тротуарная плитка, которая вырабатывает электричество от нажима ногой Один шаг позволяет выработать энергию, достаточную, чтобы зажечь всю эту диодную лапочку на 20 секунд Неплохо, на самом деле, слушай, один шаг Но там людей будет, мне кажется, очень мало ходить Какой злой гнус Это что, ветряное колесо обозрения? Привет из прошлого Ну давай затестим Забавно, на самом деле, но так вот спускаться постоянно на этот пьедестал как-то будет, мне кажется, очень сложновато Забирайся Так, молодец Следующий Оп Ну и чё, ничё поднянется? Ха-ха-ха-ха, а если нет? Смотрите, как-то ветерок усиливается Давай следующий Ой О, бедняга Да на Израиль, да? Ха-ха-ха-ха-ха Ой, бедняга Давай, назовём аттракцион «Экстремальная мельница» и я думаю, что зайдёт А где там ещё один должен был идей сидеть, нет? О, а чё остановились-то? И один чувак там застрял, да? Закончился Ну вот тебе раз Хмм давай рассказывай да если у вас так в этот раз реклама походу не надо пропускать чтобы я заметил все отсылки вдруг появится следующих вы можете стать одним из победителей в розыгрыше с призовым фондом 200 миллионов рублей а вот это поподробнее а сейчас я не вижу нет еще карты тинькофф black разыграть ты бесплатно за работу гений на это надулиг надо надувать я тоже пожаловался солнечных лучах содержится столько энергии что если занять всего один процент территории пустыни сахара солнечными панелями но это позволит обеспечить электроэнергией всю нашу планету серьезно что ли фига себя почему тогда люди так не сделали как хорошо звучит только на самом деле типа сахара же не постоянно работает ой точнее в на солнечной стороне хотя просто поставишь еще типа солнечные панели на другой стороне и точно всех это может питать на секундочку ну-ка площадь пустыни сахара 9 и 2 миллиона квадратных километров один процент это девяносто две тысячи квадратных километров это территория целой португалии ну ладно типа мне кажется без проблем можно это сделать ладно не без проблем она это потратится какое-то количество времени денег но в любом случае сделать вот такое количество солнечных панелей думаю вполне себе реально представить себе бескрайние просторы солнечных панелей а теперь прикиньте кто это все будет обслуживать чистить от песка пыли и грязи проблематично и я не один задался таким вопросом ну-ка а с луны на землю каким образом это все это я типа я не знаю энергию передавать по проводу я просто не знаю как это работает конечно электричество передавать на землю будут не по проводам да вот я тоже не понимаю как сложно согласен и взяли они вместо того чтобы сделать вот это просто электроэнергию из луны построили звезды смерти до этого еще далеко а вот первую солнечную электростанцию виде орбитального спутника обещают запустить 2035 году а что так долго типа почему на это должно уйти так много времени мне кажется здесь нет смысла заходить ну-ка люди там сгорят по ходу тележки на солнечной энергии неплохо-неплохо ахахаха солнце закрыл и все не поедет а что если будет пасмурно ахахахаха брат нет а что у них хотя бы торможение нет что ли ну вот знаете нет все таки это все сильно метеозависимо нужно чтобы энергию можно было вырабатывать из того чего много не жалко и доступно всегда о вы тоже об этом подумали люди расходники ну люди швейцарии ученым удалось сделать миниатюрные турбины которые помещаются в кровеносные сосуды и за счет движения крови генерят электроэнергию это что за херня прикинь вот эта штука отклонится немножечко тебя сосуд нафиг прорвет и всего нафиг пород это сдохнет они могут подзаряжать кардиостимуляторы ну или фитнес-браслеты кардиостимуляторы еще ладно типа фитнес-браслета фига мне подзаряжать его смогу снять таких турбин зависит от скорости потока крови а или они стоят на одном месте чем быстрее течет кровь в пенах тем они больше вырабатывают энергией значит расходников нужно чем-то активно занять гнусло гнусло бедные расходники им придется работать хотя ладно они хотя бы здесь может не сдыхать сдыхать не будут все верно если один член семьи подпишется на годовой абонемент наш турбо эко фитнес клуб то второму взрослому из семьи бесплатные первые полгода при условии что дети в этот момент посещают наш эко парк аттракционов все чтобы работали на гнусо да да здоровом теле здоровая энергия турбо эко фитнес пока турбо папка с турбой мамкой потеют я думал попка дети отопыриваются хотя по волшебной татуарной плитки звучит ну конечно звучит это же идеальное решение зовите-зовите друзей знакомых и главное сами да действительно бесплатно работа подписывайтесь я спасибо не хочу ну видос офигенный как обычно получился гнус огромное спасибо поднимает настроение второй раз за неделю классный ролик если вам понравилась реакция лайк подписка комментарии не забывать нажимать бубенчики все интересующие ссылочки в описании с вами как всегда был реборн спасибо за просмотр пока